Для решения демографической проблемы Путин строго наказал россиянкам сократить время вынашивания. Времени на раскачку нет. Захарова заявила, что Германия не имеет морального права поставлять технику для убийства русских. И что, все еще не сторона конфликта? То есть убивать украинцев и бомбить украинские города – это морально. Сколько лет мы об этом говорили? Сколько лет этому находились реальные, фактические подтверждения? А вот помогать украинцам защищаться от расистских варваров – вот это аморально. Это схемы, которые отработаны были еще до их прихода. Забавное у россиян понимание слова «мораль». Причем, кстати говоря, мы об этом неоднократно говорили. Хитро это. Писюк носу подтянуло. Феномены путинской России. Памятник Сталину в переименованном на три дня Волгограде установили буквально в 120 метрах от памятника жертвам сталинских репрессий. Слава России! Как не вспомнить старину Салтыкова-Седрина с его знаменитой цитатой «Любят русские люди бунтовать, станут на колени перед барским домом и стоят подлецы, и ведь знают, что бунтует, и все равно стоят». «Все правильно, все верно». «Жалко и следующее». «Господин президент, помогите нам!» «Грубый век, грубые нравы, романтизму нету». «Пожалуйста, спасите!» «За это наказывают!» «Вот этих взять вместе с семьями!» «Оп, туда!» «Хлобысь!» «Это гениально!» «Пожалуйста, господин Путин!» «Пфу, плюйте на них!» «В крайнем случае, возьмем да уедем!» «Делов-то на копейку!» Вот сейчас отмечается «Столетие Леонида Гайдая». Его фильмы «Бриллиантовая рука. Кавказская пленница» раздерганы на цитаты совершенно, но я настаиваю, чтобы вы сейчас пересмотрели «Иван Васильевич меняет профессию». «73 год» по мотивам пьесы Булгакова. Вы помните, Иван Грозный, кровавый царь, посредством машины времени оказывается в Москве. И тут выясняется, что сам великий государь, попав в обычную московскую малогабаритную хату, тут же превращается в чмо в тренировочном костюме. И наоборот, настоящий чмошник, управдом бунша, посредством той же машины времени, перенесенной во времена Ивана Грозного, попав в кремлевские палаты на трон, тут же канает за царя. Почему? Потому что рядом с ним ловкий балабол, советник, московский вор Жорж Милославский, Куравлев играет, который так складно звонит, что верят в царя все, и бояре, и стрельцы, и иностранные послы, и даже собственная жена. Вот как Гайдай прозрел истинную сущность русской верховной власти, я не понимаю, но он сделал это 50 лет назад. Жительницу Сочи обвинили в нацизме из-за ее статуса в WhatsApp. Она написала «Слава Украине» на корейском языке. «Сидеть пять лет в тюрьме!» «Я же по-нормальному сказал, что у меня с башкой проблемы». «Что ты не истерику наставишь? Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже себе наговорил на вышку». «Нет ли у вас какого-нибудь дурака на примете?» Лукашенко в Зимбабве подарили чучело льва. А теперь у белорусов два страшных чучела. Журналистка телеканала НТВ подала в Следственный комитет России жалобу, обвиняя кадыровцев в изнасиловании. «Что себе позволяет слушать?» Этой жалобе в Следственном комитете собираются дать ход по статье «Распространение фейков о специальной военной операции». «Не может быть!» В соответствии с позицией Министерства обороны России никакого изнасилования не было. Это был секс по согласию. «Погоди, тут что-то неладное». Журналистка ведь сама предложила кадыровцам сделать репортаж. Они просто не совсем правильно поняли смысл этого слова. «НЕВИНАТАЯ Я!» «Наш это слово не знаем, мы как употреблять». «Ты что-то часто стал тупого включать». «Какой позор! Какой позор! Клянусь честное слово, Майкли! На весь район! На весь район!» Гауляйтер Крыма Сергей Семенов поручил с 1 апреля начать бесплатную выдачу участков земли у моря, Крымчанам, участникам специальной военной операции. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ты что, серьезно?» По этому поводу комментаторы вспомнили известное стихотворение Бертольда Брехта. «Мой брат был храбрый летчик. Пришел ему вызов вдруг. Собрал он быстро чемодан и укатил на юг. Мой брат завоеватель. В стране у нас теснота. Чужой страны захватить кусок старинная наша мечта. И брат захватил геройский кусок чужой страны. Длины в том куске метр семьдесят пять и метр пятьдесят глубины». «Желаю, чтобы все!» «Ей не хватило тех денег, которые она получила на тебя, Кирилл! А у меня еще машина нужна от меня! А Кирилл помоги мне, пожалуйста, помоги!» «Да что ты, черт побери, такое несешь!» «Мой сын погиб в прошлом году, 9 марта, на СВО. После 3 мая у меня началась новая война. Война с женой моего сына. Она получила 6 миллионов 700 тысяч рублей денег, так же, как и я, но ей этого не хватило. Она решила еще машину сына отсудить. Конечно же, эта машина куплена в браке, я не спорю. Но просто должны быть какие-то человеческие качества в людях». «Вас кинулись! Кинули, как лохов последних!» «В России началась массовая кампания переименования государственных учреждений, в названии которых есть слово «Радуга». «Такое демонстративное неуважение к нашим российским законам». «Нам-то не гони!» «Мороженое, которое тоже называют «Радуга» и так далее. Поэтому это косвенно, но это все-таки заставляет привыкать наших детей к тому свету». «Ребенок увидит и привыкнет к «Радуге». «Такую Россию ты выберешь». В этих названиях российские чиновники углядели пропаганду ЛГБТ. «Дотянись до радуги!» «Снюхались! А про меня вы вообще уже забыли!» «Над Россией, по-видимому, скоро натянут большой купол, чтобы население не видело радугу после дождя». «Нормально! Что, можно и так!» «С помощью этих очков вы сможете увидеть, как видел народ России свою власть в начале 21 века». «Надеваем очки. Вот так они видели Пескова. Вполне нормальный!» «Но дело в том, что в то время они жили в иррациональном мире. Их сознание было затуманенным, и все вокруг казалось нормальным». «Неужели пропаганды зомбоящих так перевернули сознание людей?» «Конечно! Пропагандисты Скобеева, Соловьев, Симонян, Шейнин, другие все для этого делали». «Выглядят как ходячие мертвецы». «В 23-м году они ими уже были. Ходили, рычали, жаждали крови. Ну, от людей там практически ничего не осталось. А пойдемте в зал «Единой России». Но слабонервным лучше не ходить, ребят. Там жесть». «Из подслушанного в Одессе. Не знаете, Миша, я никогда не думал, что такие обрадуюсь фразе «На Киев идут немецкие танки». На «АвтоВАЗе» возник серьезный дефицит краски. Теперь российские «Лады» можно заказать только в трех цветах – черном, белом и темно-зеленом. «Оригинальная конструкция. Заря автомобилизма. Здрасте. Видите, Шура, что можно сделать из обычной швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление и получилась прелестная колхозная сноповязалка». «Даже путинская желтая «Лада» ушла в небытие». «Ты серьезно?» «Как сообщает телеграм-канал «Усы Пескова», разнообразие цветов автомобилей, как, впрочем, и разнообразие самих автомобилей – это на самом деле навязанные Западом ложные ценности, вызывающие косоглазие, нервные срывы и приступы эпилепсии». «Да, да, да, да!» В 2019 году в Петербурге девушки провели акцию «Рожай мяса» против службы в армии. Тогда они принесли с собой к военкомату свертки с сырым мясом, выглядевшие как младенцы. Какая все-таки пророческая акция была? «А он должен думать обо всех немцах? Да будет вам профессор». Взбесившийся маньяк подставил головы миллионов под бомбы, а сам сидит как сволочь. В безопасном месте и смотрит кинокартины вместе своей банды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok